МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Меня зовут Максим Красовский, и это программа Гриль. Сегодня я вам расскажу, как приготовить свиные ребра по-пекински на гриле с соусом и овощами. Для этого нам понадобятся свиные ребра, свежие овощи, баклажан, красный болгарский перец, свежий томат, кабачок, перец чили, печеный лук, чеснок. Также мед, соевый соус, устричный соус, соус сладкий чили и томаты в собственном соку. Давайте приступим к приготовлению. Для начала давайте подготовим маринад для мяса. Для этого возьмем устричный соус, столовую ложку. Возьмем соус сладкий чили, 2 столовые ложки. 1 столовую ложку меда, соевый соус, столовую ложку. Порубим чили. Порубить нужно мелко. Примерно так. Также добавим к маринаду. Добавим немножко паприки. И немного кари молотого. Также возьмем зубчик чеснока. Здесь тоже можно порубить хаотично. Все, теперь перемешиваем. Добавляем немного растительного масла. И даем постоять 5 минут. Этим маринадом мы помажем сверху свиные ребра и будем обжаривать на гриле. Перемешали, убираем. Так, берем свиные ребра. Я их предварительно подготовил для жарки на гриле. А как это сделать, я вам расскажу в нашей рубрике. При приготовлении свинины необходимо знать несколько правил. Перед тем, как готовить свинину, ее необходимо промыть. Сейчас я покажу, как. Добавьте в холодную воду немного сока лимона либо обычного уксуса. И поместите туда мясо. И пусть оно у вас полежит минут 30. А если мы готовим свиные ребра на гриле, то я рекомендую сначала их сварить. Для этого можно слегка их замариновать, посыпать солью, перцем, добавить чеснок, какие-то специи. Воспользоваться вот такой вот пищевой пленкой. Положить сюда ребра. И плотно закрутить. Все плотно заматываем для того, чтобы не попала вода. Все в таком виде погружаем в кастрюлю с почти кипящей водой. Температура должна быть 90-95 градусов. И варим в течение часа. После того, как свиные ребра сварятся, приготовьте маринад и обжаривайте их на гриле. Так, вернемся к приготовлению. Как я и сказал, свиные ребра я подготовил. Посыпал солью, перцем, помазал чесноком, кумином. Завернул в пищевую пленку плотно. Положил в кастрюлю с водой. И варил 1 час при температуре 90 градусов. И вот у нас получились такие вот ребрышки. Ребрышки свиные, в принципе, полностью готовы. Но если их сверху помазать маринадом, обжарить на гриле, то они будут необыкновенно вкусными. Берем тарелку. И подготовленным маринадом так вот поливаем сверху. Кстати, я отправился в Пекин для того, чтобы попробовать их легендарную пекинскую утку. Утку, конечно же, я попробовал, но привез совершенно другой рецепт. А именно вот эти свиные ребрышки. Здесь я воспользуюсь перчаточками опять. Хорошенечко со всех сторон обмазываем ребра. Все, даем им постоять 10-15 минут для того, чтобы хорошо промариноваться. Подготовим соус. Для этого нам понадобится блендер. Возьмем томаты в собственном соку. Три столовые ложки. Добавим столовую ложку меда. Немножко устричного соуса. Соус сладкий чили. Добавим одну чайную ложку уксуса херес. Оливковое масло. Также добавим кинзы. Прямо вот так вот листочками мы будем взбивать. Это все перебьется. Немного черного молотого перца. Все. Накрываем крышкой и взбиваем. Надо попробовать на соль. Отлично. Соус готов. Перерем готовый соус в нашу посуду и пока уберем в сторонку. Так, ну и теперь подготовим овощи. Овощи мы обжарим на гриле. Так, обжарим баклажан, кабачок, так, болгарский перец. Достаточно такого кусочка. Возьмем один целый томат и предварительно я запек лук, запек его в углях. Его мы просто разрежем пополам. Все, овощи солим, посыпаем перцем и обжариваем на гриле. Свинина у нас полностью пропиталась соусом, маринадом и теперь ее можно отправлять жарить на решетку. Долго они жариться не будут, так как они уже готовы, просто нужно сделать хорошую корочку. Кладем мясо вниз и закрываем. И так они будут обжариваться минут по пять с каждой стороны. Так, пока жарится мясо, мы можем параллельно также на решетке обжаривать овощи. Сбрызнем масло и так же отправляем на решетку. Туда же кабачки, перец и помидоры. Помидоры я разрезал пополам, специально не удалял плодоножку, для того, чтобы они не развалились. Их тоже обжарим на гриле. Вот здесь, с краешку. Так же сверху их немножко сбрызнем маслом. Все, можно закрывать. Так, давайте проверим, что у нас тут происходит. Так, свинину можно переворачивать. Обратите внимание, получается такая корочка черного цвета. Это из-за того, что мы использовали сладкий маринад. мед, соус сладкий, чили. Это подгорает сахар, это не страшно. Повернем овощи. Немножко переложить. Так, закрываем. Ну, теперь давайте подготовим тарелку, на которой это все будем подавать. Так, поставим сюда прямо соус. соус хорошо этот подойдет и для овощей, которые мы жарим на гриле, и для самих ребрышек. Также нам понадобится еще лепешка. Можно использовать хлеб, но лучше всего какую-нибудь лепешку. Так, и так же ее подогреем на решеточке. Томаты можно снимать. Сразу будем укладывать на тарелку все. Перец тоже готов. Так, и подготовим зелень. Зелень просто порубим. Так, этого будет достаточно. И немного веточек укропа. Укроп тоже мелко порубим. Так, баклажаны готовы, можно снимать. Сюда давайте все к обащам. Кабачки тоже готовы. Печеный лук. Давайте, сильные ребрышки перевернем. Снимем лепешки, они у нас прогрелись. Еще 10 минут и ребрышки будут готовы. Так, ну давайте снимать ребрышки, они полностью готовы. Так, обратите внимание, сверху вот у нас образовалась такая корочка, это подгорел маринад. Ничего страшного, мы это все можем срезать. Вот таким вот образом, тоненьким слоем, просто срезаем. Как бы, ну кто любит подгорелые, корочки, тот может это кушать. Так, ну давайте я половину нарежу, а половину оставлю целиком. так, наглядно, чтобы вот эти вот оставлю так. Видите? Так вот, на кости. Ну и сверху посыпем рубленой зеленью. Так, ну вот, собственно, блюдо готово. Давайте подведем итог, что мы использовали для его приготовления. Мы использовали грудинку, которую предварительно подготовили, сварили, затем помазали маринадом со всех сторон и обжарили на гриле. Также обжарили овощи на гриле, а также приготовили соус на основе томатов, уксуса херис, меда, устричного уксуса и обжарили лепешку на гриле. Конечно, если вы захотите приготовить это блюдо, вы потратите немало времени, но результат того стоит. Приятного аппетита! Ну что, эксперты из съемочной группы, подходите, пробуйте ребрышки. Переложу на тарелку по кусочку, прямо отберите на косточки и так ешьте. Ммм, какая красота! Ммм! Классно, да? Молодцы! Придется косточки поделать. Хотя, что нам в Китае? Обалденно вкусно! У нас смак съесть!